Доброе утро! В эфире канал Культура, студия программы Наблюдатель Андрей Максимов. Я вам хочу сказать, дорогие мои, как возник сегодняшний эфир. Некоторое время тому назад я включил телевизор и испытал такой невероятный культурный шок от следующего. Я увидел один из лучших в мире джазовых оркестров, который приехал из Нью-Орлеана. И этот джазовый оркестр аккомпанировал трем ребятам из Ростова-на-Дону, которые играли на саксофонах. Вот увидев это, я понял, что я... Это была программа «Большой джаз». Я понял, что я просто обязан пригласить людей, которые могли все это придумать, которым просто это все пришло в голову, чтобы вы их увидели, чтобы я их увидел. Доброе утро. Андрей Максимов, студия программы Наблюдатель. Те, кто смотрит Наблюдателей, которые веду я, знают, что я после новостей всегда прошу людей назвать культурные события, которые поразили их в жизни более всего. Сегодня я этого делать не буду, потому что люди, которые пришли к нам сегодня в студию, были чрезвычайно заняты в последнее время. Они были заняты так, что когда выпадала маленькая такая возможность отдыха, они спали сутками, потому что они делали программу «Большой джаз» на канале «Культура». Мы хотим этих людей посмотреть, мы хотим их увидеть, мы хотим спросить у них, как это все вообще им пришло в голову. Они, слава богу, к нам сегодня пришли, представляя их. Любовь Платонова, главный исполнительный продюсер канала «Культура», продюсер этой программы. Любовь, я хочу, чтобы вы представили Аллу Сигалову, потому что когда этот эфир составлялся в тесном, скажем так, сотрудничестве с Любой Платоном, она сказала, «Сигалова обязательно», потому что Сигалова сказала Любовь Платонова, «Это не просто ведущая, а кто?» Ой, мама моя дорогая, так сразу. Сейчас вы отвечаете за свои слова. А мне нравится с вами программу вести. Я могу сказать так, дело все в том, что для меня лично и для творческой группы при создании проектов и большая опера, и большой балет, и тем более большой джаз, Алла не просто ведущая, она соавтор, это человек, который принимает активное участие. В большом балете я называла ее проводником в мир балета, а в джазе это человек, который лично меня всегда учит как-то идти без границ, ограничений, смотреть вперед, смелее, решительней. Но это больше, чем ведущая, это такой на самом деле член нашей команды. Марина Денисеевич, автор сценария. Огромное количество к вам вопросов, огромное количество, потому что сценарий совершенно невероятный, вообще все, что происходит невероятно, мы еще поговорим. Я хочу сказать отдельное спасибо Алене Ростоцкой, участнице этого проекта, потому что она вот среди создателей, она пришла, я думаю, что страшно, мне кажется, должно быть, или уже не страшно, сидеть рядом с Сигаловой, рядом с продюсером. Ну, честно говоря, после съемочного процесса мало что вообще, жизнь страшна. Я хочу сказать, что этот эфир меня никто не заставлял делать. Вот вы можете верить, можете не верить, никто меня заставлял делать. Я просто давно на телевидении не видел такого. Я такого, вот такой мощи и такого невероятного сочетания вот этого джаз-банда из Америки, людей из Ростова, вот это я никогда не видел. Я хочу для начала, кто хотите мне ответить на вопрос. Первое. Кому пришла в голову идея пригласить американский джаз-банд не откуда-нибудь, а из родины джаза? Кто это придумал? Женщина в голубом. Женщина в синем. Все очень просто. Так, продолжаем разговор. Очень-очень просто, потому что когда Сергей Леонидович Шумаков, главный редактор канала, сказал, что хорошо было бы сложить трилогию и после балета сделать джаз, и мне он нравится этот джаз, и он очень здорово говорил, ты знаешь, мне важно, чтобы вот сет, чтобы все джамовали. Я не понимала, что такое сет, я не понимала, что такое джамовали, я вообще ничего не понимала, как это должно происходить. Ты понимаешь, ну что такое джаз? И он вот мне передавал это настроение бесконечно, и вообще все проекты, которые мы делаем, которые мы обсуждаем, мы их передаем и создаем их именно настроенческими. И понятно, что Шумаков определил достаточно точно, это должно быть что-то невероятное, от чего ты получаешь колоссальное удовольствие. И так случилось, что мы были с Аллой в январе в Соединенных Штатах и шли очень спокойно по улицам Бродвея в Нью-Йорке. И, как это всегда, со мной страшно вообще такие вещи обсуждать. Алла сказала, что как было бы здорово, если бы к нам приехал американский бэнд, не уточняю какой, не орлеанский, а просто американский. Но в моей голове это сразу все как-то закрутилось, как было бы это здорово, и действительно этого никто не делал, и с кем же нам делать джаз в России, если не с американцами. Начали дальше говорить о том, что и в юбилейный год мы попали, и что 90 лет в Cotton Club впервые прозвучал джаз, и то, что 30 лет фильму мы из джаза. В общем, как-то все, так знаете, начиналось складываться постепенно, так, так. Потом я очень робко начала выходить на американских продюсеров, которые занимаются Аллы в Америке. А робко вообще к любови, мне кажется, не имеет вообще никакого отношения. Я понял, что робкость это не отсюда. А как добывается эта вся история? Ну, вы же не можете поднять телефон, позвонить этому человеку, замечательному дирижёру? Да. Сейчас скажу. И вот продюсеры, которых мне дала Алла, они ей занимаются в Штатах гастролями, ведут с ней активную работу. Я сначала думала, что это полный бред. Вообще, когда я разговаривала с людьми через скайп, я ставила задачу. Вы знаете, мне нужен бенд для телевизионного проекта. О чём он? Какие-то программы? Что будет в этих программах? Я знать не знала. И понимать, как вы понимаете, не понимала. Потому что там мы немножко изучали оперу, здесь мы окунулись в балет, и вдруг неожиданно для меня джаж. Что это? Я вообще ничего не представляла, кроме мелочки. И я поставила задачу этим продюсерам, но как-то они, наверное, энергетически почувствовали, что это очень необходимо, это ненормальный, который там сидит в Москве и что-то от них требует. И они прислали три ссылки на Нью-Орлеанский оркестр под управлением Ирвина Мэйфилда, на два состава бенда из Нью-Йорка. Я лично выбрала Ирвина по его глазам, по его энергетике, по его интервью и по тому, как себя вёл человек. Больше никаких других у меня не было способов для выбора музыкантов. Я не слушала его музыку, я не понимала, что он играет, я понимала, что если человек обладает такой энергетикой, так говорит о джазе, настолько одухотворён, то он должен прилететь в Москву. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Браво, браво, Ирвин! У вас с Мэйфилдом какие-то мистические, видимо, соотношения, потому что вы сейчас, вот когда мы рассаживались, то Люба сама всех рассаживала, вы сели на то место, где сидел он. Вы что? Вы были не в курсе? Ну, просто, видимо, какая-то связь существует. Скажите, пожалуйста, Марина, каким образом, я думаю, что наши зрители этого не знают, а я не очень знаю, как пишется сценарий такой истории, потому что мне невероятно нравится, помимо всего прочего, помимо мощи этого проекта, то, что ощущение, что вот, ну, такая импровизация, людям задают вопрос, они что-то отвечают, тут же начинают почему-то, это мы отдельно будем ругаться, ведущие очень мило, так они мило, а как-то друг с другом. Это все в сценарии или это как? Не, наругались они в основном, это была импровизация, хотя иногда мы пытались что-то прописывать. Я хочу сразу сказать одну вещь, что вот вы меня назвали автором сценария, я называюсь там не автором сценария, автором проекта, но надо сказать, что когда я увидела первый раз титры, когда я увидела, что я там написана автором проекта, я впервые в жизни испытала жгучее чувство стыда. Почему? Потому что, я объясню почему, потому что у таких проектов не может быть одного автора, это настолько, у меня было ощущение, что я украла у всех вообще все, что я могла, потому что тут авторы Шумаков, который придумал вообще это, и Платонова, которая, если бы она это все не начала закручивать, ничего бы этого не было, и Алла, и масса других людей, наши музыкальные редакторы, которые придумывали все вот это наполнение, и авторы сценария, у нас авторская группа, их три сценариста, ну, в общем, два основных сценариста работали с нами, надо сказать, что они сделали, на мой взгляд, невозможное, они сделали очень увлекательно то, что мы искали путь, мы пробовали и думали, как сделать так, чтобы, с одной стороны, это было отчасти познавательно, чтобы не напугать этой познавательностью ни на кого, не пуститься в какое-то занудство, и чтобы это было связано с сегодняшней жизнью. Мне кажется, что у них это получилось, но это была огромная работа. Это были книжки джазовые, это были фильмы, которыми они обложились, причем очень часто на языке. То есть это были оригинальные издания, которые в основном не издавались на русском языке. Они у нас образованные, поэтому они все это читали, они вылавливали оттуда историю. Сейчас еще к этому вернемся. Я хочу, Алла, спросить, я когда вы удивительно с Вадимом Эликликом, которого мы еще, надеюсь, позовем, потому что мне кажется, что это ваше открытие ведущего. Он красивый, ироничный, вообще какой-то нездежный человек, сейчас таких не делает, он какой-то такой худит. Вы с ним периодически вступаете в какие-то удивительные отношения, с ним вы кокетничаете, с дирижером, с Мэлфудом. Вы на этой программе, это вы или это вы играете роль? Как хитрый какой, Андрюш. Ну вот так вот и скажу я вам. Я спрашиваю то, что мне интересно. Можно сказать, не скажу. Это я в предлагаемых обстоятельствах, если по Станиславскому. Вы играете по Станиславскому. Что для вас в этом проекте было самое удивительное? Участники. И, конечно, оркестр Ирвина. Это то, что люди. Ну а как? Конечно. Потому что самое главное, когда ты встречаешься с талантливыми людьми. Это самая большая манкость, самое большое событие. Скажите, я, поскольку я воспользуюсь тем, что я вас очень, ну не очень, но знаю достаточное количество лет, я знаю, что, на самом деле, вы человек очень добрый. И когда вы говорите, мы сейчас будем жестокими, мы будем выкидывать по одному человеку человека, я же понимаю, что это, в общем... А вам не жалко этих людей? Вот, например, вот то, что мы видели все зрители, гитаристы, когда все трое блестящих, и председатель жюри говорит, не можем никого, и вдруг один уходит, они... Вот жалко? Или вы такое человеческое чувство, вы выкидываете? Мне лично жалко, но есть правила конкурса, и их нельзя нарушать. Понятно, вот, собственно. Алина, я хочу у вас спросить вот что. Участие в конкурсе, это вообще такой, ну, у вас, я не знаю, вы хотите сами рассказать, у вас такой непростой был путь в джаз, вы даже на продюсера учились, такая была долгая история. Участие в конкурсе – дикие нервы. Вот так вышел, спел, и кто там понял? А тут вот... Вы зачем этим стали за ним? Вот пришли в этот конкурс? Для чего? А, слушай, простите, прежде чем Алина сейчас скажет, я хочу сказать, что ее четырехмесячный ребенок был все время за кулисами. Это вообще фантастика. Подождаю. И там дежурство шло, кто будет сидеть с этим малышом? Вы мой вопрос просто сделали в Кубе. Вот после этого я приступил в Кубе. А зачем вам этот конкурс, если у вас четырехмесячный ребенок? Ну, я уже говорила об этом на проекте. На самом деле, возможность поиграть с оркестром, она выпадает далеко не каждый день, особенно в этой ситуации в проигрыше находятся вокалисты, потому что они как солисты не каждому оркестру в принципе нужны. Возможность уникальная. Честно, решение давалось мне с большим трудом. Сами понимаете, такой маленький ребенок. Но моя семья меня поддержала. Мне очень повезло вообще с родными людьми, которые меня поняли и поняли, что в это надо идти. Это, конечно, выход за пределы зоны комфорта, причем такой капитальный для всех участников. Для меня как бы еще умножить на некоторую цифру, ну, в связи с малышом. Но по большому счету, это очень стимулирующий такой момент, когда ты понимаешь, что ты хочешь делать лучше. Это как бы как лакмусовая бумажка проявляет все, что ты за это время накопил. И с этим новым опытом ты идешь дальше, и ты как бы совершаешь такой скачок. Ну, об этом говорилось на передаче, что ваш супруг тоже учат в этом проекте. Это теперь вообще невероятно. Четырехмесячный ребенок находит за кулисой, а папа и мама, в итоге, у нас замечательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что сложнее, петь самой или смотреть, как выступает супруг? Все сложно. Все сложно. Наверное, трудно сказать, что именно сложнее. Вообще, сам процесс восприятия того, что ты делаешь, он всегда сложен. Сложно слушать себя в записи, сложно смотреть себя в записи. Сразу хочется что-то поменять. Ну, вот здесь можно было вот это. Мне кажется, тоже сам чувствует любой человек. И тогда, значит, вы рассказали следующие вещи сейчас нам. Вы сказали, что вы ушли из зоны комфорта вдаль, просто бог знает куда, это первое. И второе, что все это ужасно сложно. Тогда у меня возникает вопрос, а с другой стороны весов что? А с другой стороны весов совершенно уникальный опыт. Это первое. Возможность пообщаться с удивительными людьми, понаблюдать за процессом, который вообще находится за пределами нашего внимания. Потому что все джазовые люди, это такие немножко маргиналы, которые сидят в своем таком небольшом мирке, занимаются творчеством, и не особо вообще смотрят, что происходит в мире. Это для нас было путешествием в параллельную вселенную, где есть какие-то люди, они что-то снимают, о чем-то разговаривают. Это вообще где-то за пределами нашего сознания находится. На самом деле, все люди, которые что-то активно делают, все такие маргинальные, все странные. Я не видел ни одного человека, который занимался в артинском деле, он был бы нормальным. Как говорила одна моя знакомая, нормальные люди музыку не пишут. Мне кажется, это правильно. Я хочу вас спросить про жюри, потому что тоже есть определенный набор, я не буду говорить. Есть определенный набор людей, которые должны быть членами такого жюри. Ольги Ростроповича там не должно быть. И то, что она есть, и то, что она так похожа на свою маму, и то, как она разговаривает, она вообще вот самой, а такая карантинская, сидит такая царица. Я не знаю, вы так ее видите. Вот замечательный член жюри сидит, среди них сидит царица, которая спокойно и замечательно. Мы очень надеемся, что на третью передачу она к нам придет. Как придумывается жюри? Как это все делается? Мне бы хотелось, чтобы Марина рассказала про ведущих, и от ведущих мы пришли бы именно непосредственно к Ольге Ростроповичу, вот в самом соединении, ведении. Сейчас вы, товарищи дорогие, видели, как работает продюсер. Продюсер работает так. Он говорит, значит, ребята, надо сделать так, так и так. Абсолютно в данном случае справедливо. Расскажите про ведущих, и придите к ним, от них к жюри. Причем в этот момент начинаешь жутко быстро пытаться сообразить, что же продюсер имел в виду, когда он сказал, перейди от этого к этому. Ну вот видите, вот в кухне вы видели непосредственно сейчас. Вы знаете, на самом деле, это также точно подбирается состав. Для нас все в этом проекте – это наши участники. То есть жюри – это тоже наши участники, также точно как молодые музыканты, молодые исполнители. Потому что это все люди, которые становятся героями нашего проекта. Естественно, первые герои, которых мы искали, это Аллу мы даже уже не искали, потому что для нас было понятно, что будет Алла. А к Алле мы пытались найти пару и нашли. И мне кажется, что у них есть общее, у Аллы и у Вадима, это общее то, что они оба люди с классическим образованием, но при этом они оба не любят ходить с троем. Потому что они оба стремятся все время на территорию свободы забраться. Я бы еще добавил, что они оба очень красивые и умные. Это само собой. Это, мне кажется, для ведущего так важно. Да, конечно. И умные, и остроумные, и очень непосредственные. Такая реакция такая. Это правда. И потом мы уже стали себе представлять, какое должно быть жюри. И, конечно, первое, что мы сделали, мы отмели все вещи, которые были очевидны. Если человека очевидно надо было звать, мы понимали, что вот так делать не надо. Это мой принцип жизни. Но это все у Сигалова. Ну, между прочим, он всем близок. Он всем близок. То есть получается, что все это закручено. С Олей было потрясающе, потому что Оля попала в стены канала «Культура» случайно, но она просто мимо шла. Бывают же такие случаи в жизни? Бывают. Шла мимо Оля Растроповича и говорит, «Боже, что вы тут делаете?» И сидел Диана Санна Хомутова и Андрюша Пиряхин. Она говорит, а вот мы готовимся к нашему новому джазовому проекту. Она говорит, правда? Я так люблю джаз. Смотрите, секундочку. Это вы сейчас не метафорически говорите, а буквально шла мимо. Буквально шла мимо. Вот шла мимо. Шел мимо человек. Шел мимо Эллен Крик. Здравствуйте, Эллен Крик. Заходите. То же самое получилось и с Олей. Но это случайность, которая не случайна, и все это справедливо. И, Оля, конечно, открытие и для вас, и спасибо, что вы на это обращаете внимание, но и для нас. Мы были разные разговоры, и нужно ли, чтобы Оля была в жюри, как Оля будет в жюри, есть ли и будет ли ей что-то сказать, как она будет перед лицом. Она очень переживала перед лицом участников, потому что наши участники, конечно, на высочайшем просто профессионал. Ну вот это... Я не знаю, вот мы с Аллой Михайловной говорили на эту тему с Мариной и вообще с группой. Они, ребята все наши, они какие-то, ну, бриллианты, которые отобрали там из Екатеринбурга, здесь из Ростова, тут из Петербурга, из Ярославля. Это отдельный вопрос, как вы их отбирали, а председатель жюри почему именно этот человек великий? Дело все в том, что мы много разговариваем с Аллой. И она говорит, как было бы хорошо, если был бы Голощокин в жюри. Алла Михайловна, почему Голощокин для вас? Ну, потому что для меня Голощокин, это вообще, как бы вот, как для советского человека, который жил очень давно, такой символ джаза, такого изысканного, интеллектуального, настоящего джаза. Вы не подозревали, что он еще будет такой потрясающий председатель жюри? Он же удивительно себя ведет. Я не знаю, он играет роль, на самом деле. Он себя ведет удивительно. Он себя ведет как начальник всех этих людей. И это здорово. И верит в этом абсолютно. Он так и себя чувствует, да. Больше всего, мы поехали знакомиться с ним в Петербург специально. И приехали оттуда вместе с Андреем Пряхиным. Приехали и рассказали, в общем, о том, что Давид Семенович, это не просто человек-оркестр. Это не просто человек, который играет на всем на свете. Не просто человек, который создал джазовую филармонию единственную. Но и человек, который вообще очень имеет четкое представление о том, что такое джаз и что такое не джаз. И очень жестко к этому относится. И больше того, он, конечно, ну, простите меня, это слово, персонаж все-таки. И он действительно абсолютно открылся как герой, как персонаж у нас в проекте. Это потрясение моей юности в Петербурге, когда я пришел на, ну, уже не очень даже юности, я пришел на концерт, которым он играл и который он вел. А я вообще не знал, кто это. Я просто... Ну, я тогда был чижек, я знал, что есть такой чижек. Это было невероятно, как он разговаривает, как он говорит про джаз. Это просто невероятно. Так вот, как в сказке рассказ. Катарина, я хочу вас спросить. Были ли члены жюри, которых вы боялись больше или меньше? Нет. А вообще для вас важно, кто вас судит? По большому счету не так важно. Вообще мы, ну, не относились к этому как к конкурсу скорее. Я, наверное, скажу за большую часть участников, что мы это воспринимали прежде всего как новый опыт, как шанс... То есть люди придумывали условия конкурса, брали жюри, а вам это все... Да? И вам главное спеть. Нет, ну, люди, которые любят музыку, они по большому счету не сильно заботятся о том, как это будет оценено, какова будет реакция. Мы, конечно, принимаем к сведению точку зрения жюри, но просеиваем ее через какое-то сито личного восприятия наших взглядов на джаз, потому что в конкурсе мы сказали далеко не все, что мы, в принципе, можем и хотим сказать. То есть это одна грань. Есть люди среди конкурсантов, которые пишут свою музыку, которые имеют свой взгляд на эту музыку в целом, да, более такой современный, что ли, с авторским подходом. Здесь мы показались просто как, ну, профессиональные исполнители, вот так, наверное. Я должен обратиться к нашим зрителям и сказать, что сейчас теоретически я должен был бы спросить про скандал, это не скандал, про уход Аркадия Шеклопера из жюри. Я не буду про это спрашивать по одной причине, потому что у меня есть по этому поводу своя очень жесткая позиция, она моя. Опять же, я ее ни с кем не утверждал, мне никто не выполномачивал, ей богом, никто не выполномачивал. Так, видите, у меня есть позиция такая. Шеклопер ушел, написав, что я как патриот российской культуры там должен уйти. Мне кажется, что человек, который пишет такие слова, я как патриот российской культуры, лично для меня становится не очень интересным, потому что патриотизм, не надо об этом кричать. Патриотизм – это когда под американский оркестр играют трое ребят из Ростова-на-Дону. Вот для меня вот это патриотизм. Это надо делать. Например, желательно делать это в этой стране, где ты живешь, например, учить людей. Кроме всего прочего, есть такой вывод для меня очень важный, что любые границы – это потенциальная война, а любое отсутствие границ – это потенциальная любовь. Когда начинается разделение на наше американское, это совершенно ужасно, потому что любой жанр, он рождается в какой-то там нации, а потом становится достоянием мира, так же, как и любой гений. Моцарт – это не просто великий австрийский композитор, это достояние мира. Танго – это не аргентинский жанр, это достояние мира. То же самое происходит и с джазом. И то, что люди захотели с этим джазом познакомить нас, мне кажется, это очень хорошо. А то, что человек обижается и у него возникают мысли про патриотизм в тот момент, когда в программу не берут его номер, это его личное дело. Поэтому я… очень много в прессе писались по поводу скандала. Я не вижу никакого скандала. Для меня эта передача важна тем, что она вскрывает людей. А эта передача не про джаз, она про людей. А люди вскрываются джазом. Вот Аркадий раскрылся так. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. У вас есть что добавить? Аркадий, не говори красиво. Давайте посмотрим маленький фрагмент из нашей передачи и продолжим разговор. Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, дорогие мои зрители, вы не видели, как сейчас Алина на себя смотрела. Это было отдельное кино, потому что Алине... Вы вообще-то себя смотреть не любите, так я понимаю, да? Ну, я люблю делом заниматься, а смотрят пусть другие не слушают. Вы хотели... Что-то вы сказали? Вот сейчас вот я скажу. Вот скажите. Нет, ну просто вот они выбрали для передачи тот эфир, где... Они, это мы. Они, это мы. Вот это мы, да. Вы выбрали для передачи тот эфир, в котором жюри, в общем, от нас камня на камне не оставило. И... Хотелось... Это была ваша первая встреча. Да, причем тогда вообще была первая встреча, они нас просто огорошили, на самом деле, своей реакцией. Мы были последними, понятно, все немножко подустали в конце дня. Но я хотела сказать о некотором предубеждении, которое существует вообще, касаемо джазовых вокалистов. То есть если саксофонист играет фразами Сони Роллинса и фразировкой Чарли Паркилова, вворачивает ее в свои соло, то это значит, что он знает классику. А если, например, вокалист использует в своей импровизации или в своем прочтении темы образцы великие, да, поет в традиционном стиле, традиционная аранжировка, он поет в традиционном стиле, то это значит, что он безнадежно копирует. В чем логика? Мне лично непонятно, потому что джазовые вокалисты, это в принципе такие штучные люди, их очень немного даже в России. По сравнению с инструменталистами, их вообще единицы. Поэтому нас несколько огорошил такой прием самостоятельно. Ну, знаете, есть же, я тоже, честно говоря, когда смотрел передачу, я вот сейчас говорю, что я вообще не понимаю, как джазовый человек существует. Как человек, который поет классическую оперу, понимает теоретически. Вот он выходит и поет, а как вы, непонятно. Поэтому мнение жюри одно, а то, что вас очень полюбила аудитория, и лично вас, и вас всех троих, это безусловно. Скажите мне, пожалуйста, Люба, а что было самое сложное? Вообще? Не вообще в жизни, а вот в этом проекте. Ну, это нет. Вы зря так сейчас сказали. Потому что для меня лично, на время существования проекта, его запуска до последнего эфирного дня, к сожалению, для меня это и есть жизнь. Почему? Я специально сказал, чтобы вы это сказали. И другого нет, и я вообще даже по-другому не представляю, к сожалению, потому что, наверное, нужно существовать как-то иначе. Но тогда не получается таких проектов. Согласен. Может, оно и надо, но тогда так и... Так что было самое сложное? Сложное. Или всё было сложно, или всё было, наоборот, так достаточно легко? Ну, есть амбиции. Вот справиться со своими амбициями и доказать, не знаю, наверное, самой себе и людям, которые тебя окружают, что ты должен, должен создать что-то, чего прежде не было никогда. Найти правильные слова, найти правильную команду, закрутить это всё вот в едином таком существовании, порыве, чтобы потом тебе не задавали вопросы, с какой копирки ты что снимал и как ты подходил к этому, ко всему. Для меня важно это разговаривать, говорить, обсуждать проект и постараться сделать что-то особенное для наших молодых исполнителей, для наших ребят, потому что мне лично очень бы хотелось видеть на экранах нашей страны другие лица, талантливую молодёжь. Вот это то, что меня поразило. Вот такое обилие людей с такими хорошими лицами, причём, и считай, оркестр, потому что, когда идут там какие-то удивительные сидят люди в оркестре, какие-то удивительные. И жюри, люди, которые, собственно, это невероятно, просто невероятно хорошие люди. Вот много хороших людей. Я ещё хотела бы относительно лиц сказать, потому что, как вы помните, я говорила, что Ирвина я выбирала по лицу и по его энергетике, по его глазам. Вот для меня открытием в этом проекте, это был сам бэнд. Боже мой, они работали, ну, как звери. И люди, которые продолжали быть с нами, с улыбкой, с полным пониманием, садились в 12 часов дня, а вставали в 12 часов ночи для того, чтобы на следующий день перейти на репетицию, задать тон, хорошее настроение. Я понимала, что мы находимся в какой-то другой среде. У нас даже нерв на площадке становился иной. Ты не выходила на площадку завоевывать ее на войну, потому что я всегда выхожу на площадку как такой воин, который вот сейчас должна взять какие-то там рубежи. А я выходила на площадку, и это диктовали участники, это диктовала атмосфера, это диктовал оркестр. Ты заходишь, и у тебя уже ощущение праздника. И я думаю, боже мой, какие мы странные. А скажите, вы потом умираете. Это я не знаю. Все, что я вижу на экране, человек всегда бодрый, веселый, потом вдруг встает и с каким-нибудь человеком запьется, начинает танцевать так, что он понимает, что тут у него не получится перетанцевать. Как вот это? Ну, я бы хочу сказать действительно страшную вещь. Пока что я не устаю. А есть какая-то тайна? Нет. Не знаю. Но я, да вот это, это-то ерунда. А вот я хочу сказать по поводу Алины, то, что она сказала, что они не расценивали это как конкурс, участники наши замечательные. Это не совсем так, потому что я пообщалась почти со всеми. И все очень переживали, когда жюри что-то говорило жесткое. Когда их удаляли. Алина тоже переживала, как они сейчас услышали. Там была очень драматичная ситуация. И они реально переживали, не могли с этим иногда справиться, уходили и что-то говорили за кулисами, какие-то жесткие слова в адрес и ведущих, и жюри. Это все было. И это мощная драматургия этого проекта. Она будет скрываться по мере того, как мы будем показывать эфиры. Люди, вот самое интересное, скажите мне, пожалуйста, Марина, а что для вас было, как для автора проекта, сейчас правильно, для автора проекта, было самое интересное в этом проекте? Лично для вас. Ну, самое интересное, наверное, было то же, что и самое сложное. Это всегда вещи, которые совпадают. Потому что самое... Вы знаете, все говорят, вот что такое джаз? Мы все время обсуждали, говорили. Это что-то такое свободное, что-то такое вольное. А как показать, что это свободное и вольное? Это как должно происходить все? Вот у нас есть оркестры, у нас есть ведущие, у нас есть жюри и участники. И что с этим делать дальше? И зрители еще. Вольное и свободное, это здорово, но это надо было нащупать. И это не сразу, кстати, удалось нам. Потому что мы очень долго мучились и думали, как сделать так, чтобы хоть как-то стали раскрываться наши участники. Особенно, когда их было много на сцене, это было невозможно. У Аллы и у Вадима была одна возможность задать один вопрос. Этот вопрос или мимо, или человек хоть что-то начинает говорить на него. Ты не можешь долго расспрашивать, вести разговоры, это не интервью. И то же самое со всем остальным. Вот это было самое интересное и самое сложное. Это попытаться получить из этого и угадать хотя бы, получается хоть чуть-чуть что-то похожее на джаз или нет. Среди этих людей, которые секстанты, которые между собой находятся в сложных отношениях очень. Поскольку программа уже идет, то, наверное, какие-то утрики на нее есть в интернете. А у нас есть такой человек, Алексей Черепанов, который, скажу такое слово, роется в интернете, вот чтобы понять, что пишут про наш замечательный... Даже вот хотел сказать конкурс, но как-то мало говорить про большой джаз, что это конкурс. Это такое про наше замечательное телевизионное произведение, про ваше. Я все время борюсь с этим словом конкурс. Вот Марина знает. Вот перейти в следующий этап, этап, тур. Я думаю, пожалуйста, найдите другие слова. Не, ну форма-то все равно, форма есть. Может быть, Андрей сейчас помог? Абсолютно правильно сказать, что это о людях. Это о джазовых людях, которые на фоне вот этих вот обстоятельств. Это абсолютно правильно. Это вообще люди. Это вот люди себя и... Это вот точно нам хотелось. Давайте посмотрим, что узнал Алексей. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Подобные телевизионные конкурсы, как и большой балет или большая опера, всегда вызывают множество споров в интернете, но к большому джазу пользователи сети гораздо более благосклонны. И даже Димарш, члены жюри Аркадия Шелклопера, не повлиял на отношение зрителей к проекту. Конкурс идет. И это замечательно. И не надо думать о суде, кто пишет Юрий Романович или Юрий Романович на сайте jazz.ru. Важно, что он состоялся. Бэнд просто восторг. Участники, на мой взгляд, слабоваты вокалисты, но остальные достойны, чтобы их слушать и получать удовольствие. Перед жюри действительно непростая задача выбора лучших. Большой джаз это оксюморон. В России, полагает Евгения Браганцева. И все же благодарность телеканалу Культура за этот проект. Каждый в нем нашел что-то свое. Телеканалу Культура спасибо за джаз, но все-таки это конкурс инструменталистов джаза или новых имен, новых музыкантов, спрашивает пользователь Игорь. Понятно, что школу джаза должны все знать, но интереснее узнать и услышать свой взгляд, свой звук, свое понимание джаза, а не очередной повтор пройденного, который музыканты учили в учебных заведениях. Все-таки это джаз, а не очередной формат. Пользователи интернета довольно активно обсуждают участников проекта, иногда споры разгораются до такой степени, что впору открывать тотализатор. Но вот из негативных впечатлений многим зрителям не очень понравилось жюрение Давида Голощокина в первой программе. Когда Голощокин обсуждает участников, почему-то ждала, что он спросит кого-нибудь про тезисы пятого съезда ВКПБ. Понятно, что он в жюри, но вгонять участников в чувство неполноценности не очень красиво, пишет Лиза Чаушник. Слишком много пафоса у Голощокина, полагает пользователь Санду 4782-13. К словам Давида Голощокина о саксофонистах, замечает пользователь My Way Story. Смешно говорить про несправедливость оценки между тенор и сопрано-саксофонами, когда изначально бред идея оценивать музыкантов на разных инструментах, барабанах, гитарах и так далее. Повторяет довольно распространенное мнение пользователь My Way Story. А вот пользователь Тьомсон пишет в живом журнале о второй программе. Вторая часть, кстати, круче, чем первая, потому что выбраны темы из советской музыки, очень яркие, и как их круто аранжировали американцы. И жюри доброжелательные, при том, что надо было уже кого-то и выгонять. Гитаристы сыграли блюз с троем все равноценно, поставив жюри в тупик. Восхищается пользователь Тьомсон и спрашивает, сложно ли членам жюри выбирать сильнейшего и ярчайшего. Ну, к нам еще, я надеюсь, придут члены жюри, мы их это спросим, но у меня, честно говоря, больше всего поражает то, до какой степени это замечательно. Ваша программа пробивает зрителя, что зритель бежит к компьютеру писать, что его, не важно, что его это очень сильно пробило. Скажите мне, кто из вас может ответить, каким образом подбирались, под какую музыку все будет происходить, как эти дни делились, вот именно советская, сейчас мы пока слушаем советская, это кто, и какие именно произведения будут звучать, кто решил? Мы решили, что каждая программа должна быть тематической, то есть... Мы решили, это кто придумал? Придумали, да все сидели и думали, я, знаете, на самом деле, кто это придумал, кто это сказал? Студия музыкальных программ канала, профессионалы, которые здесь работают на протяжении очень многих-многих лет. Одна программа советский джаз, латино джаз, бродвей, классика в джазе, мне кажется, мы так все сомневались, вот это вот моя была идея. Мне очень хотелось, чтобы это было классика в джазе, не знаю уж почему. И... А что касается репертуара, то студия музыкальных программ Диан Сан и Андрюша Пряхин готовили болванку музыкальную с музыкальными произведениями, что должно, как на их взгляд, попадает в ту эпоху, тему и понимание. Мы сидели с Шумаковым и просто понимали, есть эта музыкальная вещь на слуху или нет. И вот таким образом производили отбор. То есть мы слушали Шумаковым? То есть критерии популярности? Абсолютно. Известность? Да. Они бегали по коридорам и проверяли, они ловили людей, мимо проходящих, начинали напевать. И если ты угадывал там с двух или трех минут, они говорили, все, угадимся. Это вот так вот было. Это правда. Потом Сергей Леонидович говорил, слушай, мне кажется, что мы очень жестокие, но давай позволим, чтобы одна или две композиции оставались на наш слух и взгляд для нас неизвестным. И мы иногда отпускали ситуацию, чтобы одна или две композиции были не на слуху. Наверное, это страшно звучит для наших участников. И вообще, мне кажется, что люди, которые смотрят потом на телевизионный продукт, они думают, как глубоко проникает автор в понимание там, то и все. А все это гораздо проще, легче. Люди либо получают удовольствие, люди не получают удовольствие. Они не думают, что как там, кто там, куда. Мне так кажется, мне кажется, что тут такая... Ну, тогда создатели получали удовольствие, а там они подбирали музыкальные. Скажите, пожалуйста, Алина, вот есть такое понятие, я не очень понимаю его суть, но оно есть там, театральная общественность, литературная общественность. А джазовая общественность есть такое понятие? А как джаз вообще реагирует на эту программу? Ну, я так думаю, что самый большой плюс, которого добились авторы проекта, они создали поле для дискуссии. Просто такого количества комментариев по поводу происходящего, наверное, не было вообще ни по какому поводу. В этом большое спасибо авторам проекта. Конечно, есть моменты, которые всех нас, как людей, которые этим занимаются, которые в это вовлечены, которые немножко нас выбивали из колеи, касаемо репертуара в частности. То есть, по большому счету, все конкурсанты, в общем и целом, восприятие скорее положительное всего происходящего. Но вот репертуар – это тот момент, который нас немного всех, ну, так скажем, ломал, да, отчасти ломал и не дораскрыл. Если соберутся четыре джазовых музыканта и будут решать, что играть, они всегда договариваются? Нет, я прекрасно понимаю, что есть специфика, да, я человек с продюсерским образованием, я понимаю, что такое телевизор. Но не всегда джазовые люди это понимают, все в целом, потому что они болеют этим делом, они этим занимаются всю жизнь. И они говорят, ну, почему вы показали только одну грань, вот такую вот блестящую, эстрадную, такую вот летящую, развлекательную грань джазов. Ну, ты был счет, ты будешь в одной программе, сразу счет. Но все сходятся во мнении о том, что первый шаг сделан, и это хорошо, но за ним обязательно должен последовать второй. Марина, а вы чувствуете реакцию вот не просто зрителей, а реакцию вот именно джазовых зрителей? Там они какие-то дают интервью в классике джазовых. Конечно, мне очень нравится это все. Дело в том, что мне, в отличие от Алины, честно говоря, кажется, что единого какого-то джазового сообщества не существует все-таки. Потому что это очень много разных людей, которые очень сложно относятся друг к другу и очень бурно спорят. И эти споры происходили у нас в программе, и в том числе у нас ссорилось жюри. То есть они еще и между собой умудрялись, они не только нападали на конкурсантов, но еще выясняли отношения там между собой. Поэтому мне очень нравится все, что происходит. Мне кажется, что это просто лучшее, что могло быть... То есть вы чего хотели, того добились? Абсолютно. Мне даже нравится то, что говорит Алина. Я, честно говоря, сначала вообще не понимала, о чем речь. Я все время мучила Аллу и Марина. Я говорю, Марина, а в чем спор? В чем нас обвиняют? Что мы сделали не так? Что? И не объясните мне, пожалуйста. Серьезно? Никак я не могу понять, что. И вот Алиночка, любезно, сегодня в гримерке мне объясняла, что оказывается мы вот к этому вот так вот так вот. Я не знаю, мы выбрали свой путь. Мы по нему прошли, как могли. Вот Козлов меня поражает, конечно, Алексей. Обижается, когда он называет Семенович. Почему с ним не консультировались? Почему с ним не общались? Мне кажется, что вот именно при создании джазового проекта консультантов, людей, с которыми мы вели переговоры, и с Давидом Семеновичем, и с Андреем Кондаковым, и с Бутманом общались. Во-первых, почему все сообщество, о котором мы, я даже не знаю, что оно из себя представляет, но, допустим, мы его называем сообществом этих некоторых людей, они все друг с другом связаны. То есть кто-то выступал на одной площадке, кто-то кому-то ученик или учитель. То есть мы понимаем, что мы окунулись в среду, из которых поймали, выдернули какие-то... Почему Алина? А почему не другой какой-то исполнитель? А почему именно она? А почему этот ударный? А почему не другой? А я тоже джазовый музыкант. А почему меня не осветит? И таких почему-то... Может быть, это потому что артисты, может быть, это потому что музыканты. А как осуществлялся выбор людей, которые будут играть, вот эти трои? Вокалистов? Всех. Невадно. Принцип какой? Телефона, обсуждения с людьми, у которых есть свои бенды. А ты знаешь какого-то исполнителя, который... Да, я знаю этого, этого, этого. А кто из них талантлив? Этого, этого, этого. А на кого обратить внимание? Списки были большие, попали лучшие. Лучшие, на наш взгляд. Но они с нами. Уговаривать мы никого не хотели. Более того, попадали в ситуации шантажа. И мы, конечно, всегда отказываемся от этих людей сразу. А шантаж в чем стоит? Я должен сыграть... Я очень профессиональный человек, я серьезно отношусь к джазу, я должен исполнять свои композиции, и вот вашу попсу я играть не буду. Все, спасибо большое. Дальше, следующий. Это попса, это классика джаза. Я хочу воспользоваться случаем и задать вам вопрос, поскольку там еще неожиданно, я думаю, такой был сюрприз, что там в каждой программе есть танцы, которых, между прочим, исполняет никто-нибудь из ареста Большого театра, что само по себе удивительно. Ну, пока, я вот что видели о том. Да, но в основном, да. Скажите мне, пожалуйста, можно сформулировать, каким образом в голове человека рождается мысль о движении? Вот как вот режиссер, я понимаю, как вот режиссер разговаривает с артистами и объясняет им понятно. А вот почему вот они должны двигаться так и не так, это рождается у вас в голове? Ну, как пленка идет в голове, и люди танцуют, вот, и эту пленку переносишь. То есть вы видите? Да, конечно. А почему они тут дергают плечами, условно говоря, а тут нет, это непонятно. Ну, вот так показали мне. Это божий промысел такой? Ну, это слишком пафосно, но это работа. В голове идет пленка. Да. Это божий промысел. Откуда она, откуда берется? Не знаю. Андрей, знаете, как меня Алла один раз удивилась, говорю, Алла Михайловна, а как вот у вас вот это все рождается? Расскажите мне. Я не сказала страшную вещь, она вам сейчас про пленку сказала, она говорит, у меня в голове человечки танцуют. Человечки танцуют. Я говорю, какой ужас, мама дорогая, как за этим человек живет, у него человечки танцуют в голове. Всякий человек, которому нравится ваша программа или не нравится ваша программа, он должен заметить, что там удивительная атмосфера. Вот я как зритель, я затягиваюсь в эту атмосферу, при том, что я из всех людей знаю только Аллу. То есть не то, что я затягиваюсь, потому что там мои друзья. Я не знаю никого, ну там я знаю немножко, там члены жюри кого-то. Ну, в общем, я из-за этого. Эта атмосфера сознательно создается или эта атмосфера возникает, потому что все остальное правильно? Она сознательно создается. Как? Усилием воли многих людей. Мы должны сегодня быть в празднике. И мы обязаны, мы профессионально должны это уметь делать. Вот вся команда, которая работала, она работала так, чтобы создать эту атмосферу праздника. Это была задача, с которой справлялись авторы, с которой было очень тяжело справляться всем нам. Потому что, ну что это за задача? Сделать так, чтобы у тебя был праздник. Ну, ненормальный. Иди, налей себе, и будет у тебя праздник. Я все время Марине говорила, как потерпевшую, говорю, Марин, ты понимаешь, мне нужен такой круг. Вот круг, вот понимаешь, закрути всех, вот чтобы все в едином порыве, вот чтобы это вот вращалось, как единая воронка. Вот что я говорила? Непонятно, сумасшедшая. Но в результате так оно и есть, чтобы ведущие перетекали жюри, жюри в оркестр, оркестр участники, участники ведущие. И чтобы это все было единым организмом, чтобы оно дышало. Это все должно дышать само по себе. И мы не должны вмешиваться. Единственный раз, когда мы как организаторы вмешались, и это для Алины будет большим сюрпризом, это когда мы после третьей программы, которую уже увидели телезрители, мы действительно сохранили наших вокалисток прекрасных, и Алину, и Карину, для того, чтобы они были с нами максимально долго. Мы не понимали, ну как бы не одобряли, скажем так, нападки членов жюри на них, потому что на нас, девочки, производится совершенно другое впечатление. Секундочку, сейчас происходит нероятно. Вы надавили на жюри? Периодически, да. Попросту говоря. Один раз, да. Два, три. Да, один раз, два, три, давай еще. Где один, там уже не важно. Сколько? Да, понятно. И оно нормально, да? Они поняли вас? Члены жюри? Да. Они не успели опомниться, я бы так сказала. Не успевали опомниться, да. Иногда. Вот такая кавалерийская атака мгновенная. Всиюминутная. И иногда были страшные ситуации, когда я точно как сумасшедшая выбегала на площадку, говорила, что если члены жюри сейчас не договорятся между собой, мы не сможем донести телезрителям, почему вы оставляете этого конкурсанта, а не этого. И вот тут начинались у них уже между собой разговоры, им становилось тяжело, но они понимали задачу, перед которой мы их ставили. Ну, у нас были фантастические ведущие, потрясающие, которые выполняли, сами реагировали на площадки. И когда мы говорили с Мариной и с Вадимом, и с Аллой, я очень просила Аллу в этом проекте, Алла, реагируйте вот там внутри, вам легче, вы это чувствуете, вы понимаете. Там голос свыше или люди, которые около проекта, это неправильно. Скажите, пожалуйста, Марина, как вот вам говорит продюсер, надо все закрутить? И что дальше вы делаете? Нет, ну дальше я просто принимаю собственные решения, потому что это невозможно. Тут надо почувствовать, можно. Я говорю, мы очень долго перебирали вот это. Вот ощущение свободы, праздника, еще чего-то. И, кстати, между прочим, ощущение праздника труднее всего, мне кажется, давалось нашему жюри. Потому что это люди пришли в основном. Ну, я Олю сейчас немножко оставляю в стороне, потому что она другая. Она сразу сказала, что она будет получать удовольствие на этом проекте, и мы полностью с ней совпали в этом. А вот Давид Семенович, например, после первого дня, он когда пришел на второй день, он очень веселился на второй съемочный день, я имею в виду. Очень веселился и всем рассказывал уже, что он говорит, я себя так ужасно вел, что я думал, что они меня выгонят. Ну, то есть он тоже себя почувствовал по-другому в этом проекте. Нет, тогда сам начал начнишь. Давид Семенович пришел на первый съемочный день, в первый съемочный день и сказал, меня, мое джазовое сообщество не поймет, если я там что-то, что-то буду... Вот это для меня было так страшно. Давид Семенович говорит, что мы, кстати, жюри... Нет, мы ему страшно лично это же ответили, помнишь? Который находится в зависимости от того, кто что скажет. И мы с Мариной сказали, попросите, Давид Семенович, что мы делаем проект не для джазового сообщества, мы этот проект делаем для гораздо больше аудитории. Что нам маленькая ловерды, вы говорите, сказать. Потому что мы, все-таки, идя на этот проект, мы не вполне представляли, что собой представляет серия производства. Потому что мы, музыканты, мы, прежде всего, аудиалисты, как это, понятное дело, у нас визуальное восприятие, оно где-то там, вот на каком-то третьем месте существует. И мы вынуждены были примиряться в процессе съемок с тем, что картинка в телевизоре всегда будет на первом месте. Потому что мы боролись просто с кулачками своими за звук, просто вот стояли насмерть. И часто, ну вот по этой причине, недопонимание с авторами проекта у нас возникало, и мы старались находить какие-то точки соприкосновения. Потом просто пришлось, в общем, поменять внутреннее восприятие происходящего, потому что мы были, может быть, чересчур серьезны по поводу музыкальной составляющей изначально, идя на проект. Да, да. А вынуждены были принять тот факт, что это делается для широчайшей аудитории. И мы здесь не друг с другом поговорить на наши околомузыкальные темы, а в самом широком смысле поговорить о музыке, приближенной к джазу, об общем представлении о джазе. Вот так. Скажите мне, у нас же совсем мало времени, там, буквально, полтора минуты осталось. Я хочу вас спросить. Вы сказали, что мы были удивлены, как Голощокин реагирует, почему Голощокин слушает джазовое общество. А кого слушаете вы? Вот для вас, вот вышла передача, для вас важно, что мнение? Ваше или еще что-нибудь? Наверное, не мнение, а вот это ощущение, вот эмоциональное, наверное, да, которое в вас откликается, когда вы смотрите свой проект. Я скажу в очередной раз какую-то странность, но на самом деле это так. После того, как программа даже не вышла, телевизионная или экранная в эфир, вот ровно после момента, когда я ее приняла, ну, там, выгнала, посмотрела на нее на озвучке, для меня проект и программа завершены. Я, к сожалению, думаю о том, что будет дальше. Что будет дальше? Что, нельзя пока говорить? Даже не то, что... Мне страшно, потому что если то, о чем мы сейчас говорим с Аллой, и что мы обсуждаем, и что мы вот сейчас задумываем, если и это еще сбудется... Будете говорить или не будете? Не могу. Тогда мне остается представить участников нашей сегодняшней передачи Любовь Платонова, продюсер проекта «Большой джаз», Марина Денисевич, автор проекта «Большой джаз», Алла Сегалова, ведущая проекта «Большой джаз», и Алина Ростуцкая, участница проекта «Большой джаз». Я хочу сказать вам огромное спасибо за эту передачу. Знаете, за что? Когда ведущий одного канала рассказывает про программу другого канала, когда ведущий своего канала рассказывает про программу своего канала, вот здесь какая-то сомнительность какая-то. Что вот вы сделали такую программу, по поводу которой никто не может сомневаться в том, что она достойна того, что про нее говорили. Она безусловно... Вы хотите, смотрите, говорю нашим зрителям. Хотите, смотрите, хотите, не смотрите. Вы свободные люди. Но такого больше нет нигде. Канал «Культура» сделал программу, которой больше нет нигде. Такого джаза вы не видели никогда. Что бы ни говорилось, джазовое сообщество, такого не было. А если этого не было, то это достойно уважения, достойно внимания. И очень самое интересное, чем, мне кажется, наша передача закончилась, это тем, что вот эти люди все, они что-то придумали. И вот мне ужасно интересно, что они придумали. Я уверен, что это будет что-то невероятное, как это бывало всегда. С вами был Андрей Максимов. Я прощаюсь с вами на все. Доброго свидания.